В Мрел продолжается фестиваль-конкурс национальной эстрадной песни финно-угорских народов Шипамаши, что в переводе «Серебряный родник». Это настоящая находка для всех финно-угорских исполнителей, поющих на родном языке. Благодаря этому проекту марийские зрители знакомятся с культурой других народов. Все подробности далее в сюжете. Сестры Егоровы всегда любили петь, но сейчас они готовятся к первому выходу на большую сцену. Коллективу всего пару месяцев. Трио «Волга да Шидар» – «Сияющая звезда» появилось благодаря татарскому продюсеру Жаудату Гельманову. За короткое время вместе они подготовили программу и выбрали лучшие, на их взгляд, композиции на марийском языке. На фестивале сестры представляют Республику Татарстан. Это происходило очень быстро, примерно даже, наверное, за неделю, потому что мы все очень занятые девушки, можно сказать, все работаем. И по вечерам после работы мы готовились к этому фестивалю. Наш коллектив – это наша семья, наверное. Хит мы выбирали, как бы, то, что нам нравится, по душе мы выбирали, спели, попробовали. И мы все, как бы, пришли к выводу, что мы будем петь эту песню, да? Вот. А народные песни мы долго искали, но нашли очень старую песню, знаменитую. Еще одни гости фестиваля – ансамбль удмуртской песни «Зоринча». В этом году коллективу 25 лет. И свой юбилей он решил отметить необычно – отправиться на какой-нибудь конкурс и познакомить зрителей с удмуртской культурой. Мы, конечно же, подготовили свои удмуртские песни, в том числе народные песни и песни авторские. Песни народные мы поем в своей деревне, в деревне Старые, в Буге. Мы их записывали, бережно храним. И сейчас вот сегодня привезли уже в современном обработанном виде, чтобы это было интересно, это было свежо и красиво. А также исполняем песни нашего самодеятельного композитора Николая Несмелого. В этом году участниками конкурса «Ши-Памаш» стали солисты и вокальные ансамбли из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Мариел. Они исполняют популярные композиции 70-80-х годов, народные и современные песни, и все это на родном языке. Финал конкурса прошли без малого 30 коллективов. В рамках фестиваля «Серебряный ротник» проходят творческие лаборатории. Музыканты обсуждают вопросы по развитию финно-угорского эстрадного искусства. Это же конкурс. Поэтому на конкурсе нужно первое, что, конечно же, замечательную песню нужно, так, чтобы она сразу легла на уши, как говорится, чтобы она запелась и тронул бы наши сердца. Ну и второе, конечно, показать свои возможности локальные. Впервые этот фестиваль прошел в 1993 году под названием «Юзави» – «Волшебная сила». Через пару лет его переименовали в «Серебряный ротник». В этом году он в седьмой раз проходит в статусе межрегионального. Одна из главных задач Шипа Маша – возрождение народных песен финно-угорских регионов. Имена победителей будут известны в эту субботу. Субтитры создавал DimaTorzok